Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем продолжать рисовать детали, и я хочу показать, как нарисовать узелок. Достаточно сложная такая деталь получается, не у всех красиво выходит. Давайте посмотрим. Это узелок, представьте, что у вас, например, шарф повязан, и вы хотите его завязать. Рисовать я буду перышком, и такого плана узелок потом можно будет применить туда, куда вам он понадобится. Рисуем этот узелок в библиотеку, которую потом сможем с вами использовать. Рисую вот такую штучку. После этого рисую вторую часть узелка. То есть непосредственно саму вот эту вот часть узла, такую как шишечку, как лучше ее описать. Не знаю терминологию вязания узлов, поэтому не могу вам сказать, как это должно называться по науке. Но будем визуально его рисовать. То есть вот такая штучка. Сейчас немножко поглажу линии, чтобы они были более мягкими. Вот эту часть. Так. Теперь у нас с вами будут выходящие линии. Вот, соответственно, это то место, которое мы будем стыковать. Туда. В другую сторону. То есть, ну, вот какая-то такая входная часть. Здесь у нас с вами будет кусочек еще, который вроде как узелок заходит туда. Вот. А здесь уже будет выход. И добавим еще сейчас линии и тени. Так. Вот так вот это у нас будет выход. Ну, понятно, надо делать, что если нужны будут замкнутые контуры, то мы их с вами здесь и сделаем. Вытащу инструмент опорная точка. Так. Ну и немножечко поколдуем с формой и со всем остальным. Так. Сам узелок. Красиво, когда у нас вот здесь есть вот такие линии. Так. Отсюда тоже вроде как должны эти линии. Я нарисовала замкнутым контуром для того, чтобы потом с ним было удобнее работать. Вот. По факту замкнутый контур не является обязательным, но... Мне нравится больше, когда вот у узла есть возможность такой работы. Так. Эту мы поправим вот сюда. Эти линии сделаем, чтобы у них была форма. И вообще с узлом-то вот какая история. Нужно понимать, в каком он будет масштабе. И в зависимости от этого с ним будет удобнее работать. Смотрите, я сейчас его сделаю поменьше или оставлю таким. То, например, для такого я бы сделала потолще контур, чтобы он красивее смотрелся. А если я буду его уменьшать, то, соответственно, пропорционально тоже эти моменты буду все делать. Соответственно, вот у нас работа с линией. И она нам позволит сделать линеарным его более красивым. Теперь дополнительно давайте нарисуем мягкие складочки. Например, вот так. Ну, для большей живописности рисунка такой. Или художественности. Скажите, как вам больше нравится. Они сейчас рисуются у меня просто с толщиной 1, обычной линией. Потом мы их немножко и поправим. И они будут иметь разную толщину. Будут смотреться более красиво. Соответственно, уменьшать. Я сейчас покажу, как его нужно будет корректно. Потому что если вы будете его уменьшать, у вас будет проблема. Сейчас. Так. Здесь тоже линия. Вот здесь сделаем такую легкую линию сюда. Вот эту линию надо немножко поджать. Вот. В общем-то, все. Теперь эти линии мы выбираем. И давайте им придадим тоже красивые изгибы. Вот, в принципе, узелок у нас уже с вами есть. Для того, чтобы его сделать более объемным, можно на него накинуть тени. Давайте накинем тени. Вот здесь у нас будет тень, смотрите. Тень будем рисовать полупрозрачной. То есть, это все иллюстратор. Все это прекрасно делается. Потому что мне иногда говорят, что ой, в иллюстраторе там что-то не получается. Все тут получается. Все тут можно сделать. Было бы желание. Сюда тень. Рисую такими достаточно грубыми кусочками. Потом мы их с вами сделаем красивыми. Как видите, и линеарность можно красивую делать, и линии такие мягкие, упругие получаются. Чтобы было понятно, что я рисую, где какие тени. Вот, смотрите. Вот я тени нарисовала. Они пока очень жесткие, очень грубые. И кажется, зачем они именно такие. Сейчас все покажу. Сначала рисуем основную форму. Некоторые рисуют сразу каждую тень, и каждую тень обрабатывают. Вот я не люблю. Я рисую сначала все основные тени, которые мне понадобятся в данном изображении. А уже после этого просто эти тени обрабатываю. Поэтому. И вообще люблю, когда они у меня на отдельном слое. Чтобы с ними работать было удобно. Либо сгруппированные отдельно, чтобы, опять же, их можно было группой перезаливать. Или еще что-либо с ними делать. Вот. То есть такие тени у меня получились. Я их выбираю. Давайте мы их сгруппируем. И сразу можно попробовать сделать им непрозрачность. Вот они уже намного лучше. Для того, чтобы они смотрелись максимально естественно, эффект размытия по гауссу. И вот здесь уже можем определить степень размытия. Вот. Если нам слишком ярко, еще можно его побледнее. Вот. Получилась теневая история. Сейчас разблокирую. И вот эту часть я бы все-таки сделала другой линией. Мне не нравится, как она этой линией смотрится. Вот так. Более жестко. Теперь все вместе мы это можем сгруппировать. И смотрите, о чем я вам хотела показать. Как это все масштабировать. Вот такой у нас узелок получается. Если мы его просто с вами масштабируем. А, у нас масштабировалось сразу. Иногда бывает, что не масштабируются обводки. И получается вот так. Сейчас покажу. У меня стоит с масштабированием обводок. Вот. Это частая история, когда начинают делать масштаб. И смотрите, у меня линии по толщине остались, как и здесь. Здесь у меня линия вот эта вот. Два пункта. И здесь она осталась два пункта. Но на такой масштабе она уже не нужна. Как с этим бороться? Мы берем с вами наше изображение. И вот здесь в настройках масштабирования обязательно нужно поставить птичку на масштабировать обводки и углы. Тогда после этого вы сможете масштабировать. И у вас линии тоже будут масштабироваться. Вот видите, какая разница. Это без масштабирования обводок углов. А это с масштабированием. И вот здесь толщина линии стала 0.96. То есть она пропорционально уменьшилась. Используйте этот прием. Он очень нужный, очень полезный. Не всегда. Иногда можно и вот так смасштабировать, а иногда лучше и вот так. Поэтому по-разному. Давайте так скажу. По-разному бывает. Иногда очень толстый получается. Потому что если мы будем продолжать масштабировать еще меньше, то в конечном счете, там на маленьком изделии, куда-то нам надо наворотник, он будет вот такой толстый. Это будет очень некрасиво. А когда будет включены масштабирование обводки, то это будет прям очень заметно. Такой эффект, который, то есть даже когда он маленький, все равно он масштабируется и остается нормальным. Единственное, я бы, наверное, вот на основе, двойным кликом в режим изоляции войду, вот эту часть сделала бы потолще. То есть может быть даже два с половиной. Вот. Чтобы выделить, чтобы она была более яркой, именно сам узел более яркий был, а все остальное уходило на второй план. Но это уже надо смотреть по месту применения данного узелка, куда он будет вставать у нас. И, соответственно, там его и делать. И вот эту тоже, потому что применена у нас с вами профиль кисти, и она смотрится вот так. А вот такая история. Так что можно рисовать узелки, можно их масштабировать, просто надо помнить, как это делать.